Капитальный ремонт своих домов жители столицы республики теперь оплачивают по отдельной квитанции. Здесь возникла непредвиденная ситуация, разбираться в ней пришлось администрации города Чебоксары. Речь идет о комиссионных сборах за перечисление денег. То, что без комиссии не обойтись, было ясно с самого начала. Но ее размер вызвал удивление даже у специалистов. Сегодня я принимал гаража, практически каждая вторая, которые сегодня были приняты на приеме по личному примеру, мне задают вопросы. Почему такие большие комиссионные сборы? Конечно, имея 10-12 квадратов комнату, 50-55 рублей, она должна платить так, если посчитать, да, и 20 рублей. Это получается около 40% она еще комиссию от стоимости платит. Это же несправедливо. В Чувашии установлен размер платы по статье «Капитальный ремонт» 5 рублей 20 копеек за квадратный метр жилья. Оплатить эти начисления на сегодняшний день можно через три организации. И у каждой из них свои комиссионные сборы. В Сбербанке возьмут 2% с начисленной суммы, при этом минимум 20 рублей комиссии. При безналичной оплате через терминал Сбербанка – 1%. На почте России комиссия – 1,5% и минимум 10 рублей оплаты. Через терминалы ООО «Симметрия» сбор оценивается в полпроцента. Ввиду того, что мы коммерческая организация, у нас работают сотрудники. Все правильно, как сказали коллеги с почты России, у нас возникают расходы по обеспечению. Устройство нужно держать в порядке для того, чтобы они работали. Поэтому полностью эта услуга бесплатная не может быть. И все же ради справедливости надо сказать, что выбор все же есть. Просто горожане еще не успели о нем узнать. Фонд капитального строительства активно работает в этом направлении, понимая, что здоровая конкуренция обязательно снизит сумму сборов. Мы обращались и в другие иные кредитные организации с предложениями организации сбора взносов за капитальный ремонт. Но на сегодняшний день иные кредитные организации не откликнулись. У представителей кредитных организаций, которые уже работают по программе перечисления взносов за капитальный ремонт, своя позиция по этому поводу. К примеру, Почта России предлагает использовать опыт соседей. Если брать в опыт других регионов, мы знаем, в ряде регионов бесплатная для клиента оплата взносов фонд капремонта. Но, скажем, издержки той же Почты России оплачиваются со стороны регионального бюджета. То есть есть такой опыт. Да, и мы, в принципе, здесь тоже, я думаю, можем использовать этот опыт. К обсуждению сумм комиссионных сборов в мэрии обещают вернуться в ближайшее время. А пока принято промежуточное решение – не начислять пенни горожанам за неуплату по статье «Капитальный ремонт» в первые три месяца этого года. Марина Рябцева, Андрей Шоклев, Республика.